На следующей неделе еще одно эхо из прошлого века, очередная годовщина чернобыльской трагедии. 20 лет целое поколение отделяет нас от страшного утра 26 апреля 1986 года. Те, кто выполнил тогда свой долг перед Родиной, сегодня живут уже в другой, точнее часто в других родинах. А Чернобыль остался для всех нас как зона из фильма «Сталкер», зона, в которой можно вернуться в общее прошлое, в которой все другое – страна, дома, деревья и люди. Но эти люди – мы. В зоне Чернобыльской АЭС на неделе побывал наш специальный корреспондент Кирилл Брайнен. 20 лет назад никто и представить не мог, что Чернобыльская станция станет компьютерной игрой. Теперь она называется «Сталкер». Геймдизайнер Алексей Сытьянов проходит очередной уровень. Киевская компания разрабатывает игру уже 5 лет. Но даже если точно знаешь, где прячется мутант, выжить непросто, приходится включать бессмертие. Чернобыльская катастрофа у нас – это катастрофа, действительно, страшная, которая по вине людей произошла. То есть она такой и остается. То есть это, как напоминание, это второй слой смысла в игре. То есть кроме того, что у нас тут, собственно, интрига есть, тут еще мы идем по той земле, которая уже не принадлежит человечеству. Она, типа, зараженная, она мертвая. Этот город взял свое название у реки. Он был палаточным лагерем, потом поселком. Теперь это город Припять. После аварии Припять эвакуировали за день. Жителям обещали, что это ненадолго. Никто тогда и не думал, что эти улицы опустили навсегда. Здесь не живут даже бродячие собаки. Когда-то известный на всю страну город атомщиков, вот уже 20 лет мертвый. Тысячи людей в одночасье потеряли все. И дом, и работу, и надежду на будущее. Людей здесь можно встретить разве что на годовщину трагедии. Но детей никогда. И только какой-то неизвестный художник нарисовал на стене разрушенного магазина тень ребенка. В память о том, что когда-то в Припяти была жизнь. Как раз в 86-м здесь и ремонт делали, но уже не видно. От ремонта не осталось и следов. Вот это зал. Юрий Будяк показывает свою припятскую квартиру. Вернее, то, что от нее осталось. В апреле 86-го Юрий должен был вернуться из армии. Но задержался на три месяца. Служил в Афганистане. Как тогда говорили, выполнял интернациональный долг. Вернулся с войны в разруху. Первый раз, когда зашел, действительно, необъяснимые ощущения. Вот жил и жил, ты столько прожил и вернулся в никуда. Твое и не твое. Я хочу сказать от имени юноши и девуши крымского комсомольского отряда, что мы, ваше доверие, ребята, оправдаем. И будем работать по-корчагински. Вот так с комсомольским задором начиналась история атомной станции, погубившей сотни людей и искалечившей жизни миллионов. Слово «Чернобыль» уже давно стало нарицательным. 26 апреля 1986-го советский мирный атом показал всему миру, что такое 400 хиросин. Ног на солдат, 4 блока. 4 блока надо взять, вот им, видите, и бросить их в пропасть, в разрыв. Короткий инструктаж и четверо бойцов убегают на крышу 4-го энергоблока. Еще тлеющий реактор забрасывали мешками с песком и свинцовой крошкой. Минута и 10 секунд. За это время те, кого потом назвали ликвидаторами, получали нередко смертельную дозу. Отец Олега ликвидатор. Что такое облучение, в их семье знают не понаслышке. Диагноз Олега – аллопеция, полное облысение. В 15 лет он услышал приговор. Медицина бессильна. Да толком никто ничего не знает. О коллопеция, диагноз. Откуда, что оно, ничего, никто не может сказать. Заведующая отделением Елена Леонович говорит очередь на лечение уже несколько месяцев и меньше не становится. Что такое Чернобыль почувствует на себе еще не одно поколение. Последствия отражаются и на тех детях, которые непосредственно пострадали, находились или были внутриутробно, как мы их называем, облучены. И тех, которые не находились в утробе матери, которые даже в планах родительских не было, они тоже в результате оказались пострадавшими. Прошло уже два десятка лет, а в километре от станции радиационный фон в 10 раз больше нормы. У саркофага, который закрывает взорвавшийся четвертый энергоблок, больше чем в 100. Сергея Кошелева в зоне все называют сталкером. Говорят, чаще чем он, к реактору не ходит никто. Каждое утро, вот уже много лет, эта электричка везет Сергея на станцию. Его работа – следить за тем, что происходит внутри саркофага. Видеоотчет раз в месяц. Ржавые балки и опалившиеся бетонные плиты. Рабочие варят подпорки. Официально состояние саркофага на Украине называют так – конструкция нестабильна. В переводе – может рухнуть. Хронику жизни объекта укрытия Сергей Кошелев ведет уже почти 20 лет. Но даже он точно не знает, сколько осталось. За последнее время очень много стало сделано работ по стабилизации объекта укрытия. Но саркофаг живет своей жизнью, как говорится. Конструкция потихонечку разрушается со временем. Перед вами макет объекта укрытия, который демонстрирует состояние внутренних помещений. Специалист информационного отдела Чернобыльской станции Юлия Марусич показывает макет саркофага. За окном настоящий. Юлия говорит, работы по стабилизации продолжаются уже не один год, а края пока не видно. Наверное, нужны еще годы, годы и годы для того, чтобы сказать, что Чернобыль не представляет опасности. Сейчас огромная масса народу работает для того, чтобы уменьшить, минимизировать риски. Но, тем не менее, конечно, эта работа требует очень многих усилий. Лет через 15 в Чернобыле планируют построить новый саркофаг. Пилотный проект – настольное видео Сергея Кошелева. Четвертый энергоблок закроют огромной аркой. Стоимость проекта – 650 миллионов евро. Когда начнется строительство, Сергей не знает. Знает, что точно будет это снимать. Жена Людмилы уже давно перестала делить его с реактором. Они познакомились в зоне и наверняка благодаря станции. Подрастает дочка Настя и переезжать они не хотят. Зона не отпускает. Все лучшие годы жизни у меня здесь пришли, молодые. Я сюда приехал, мне было 24 года в Чернобыле. А мне 23, когда я сюда работать пришла. То есть это лучшие годы жизни здесь и прошли, в принципе. Да, молодые, в принципе. Все здесь. Маму, я молодец, кем взять быки, я там быки. Марийка – единственный ребенок в зоне. У ее мамы Лидии Савенко уже взрослые внуки. Но несколько лет назад она встретила в Чернобыле любовь. Марийка родилась здесь вопреки всем законам. Детям жить в зоне категорически нельзя. Лидию с мужем даже хотели лишить родительских прав, но всем селом отстояли. Для местных это хоть маленькая, но надежда. Тут в Чернобыле и так пишут, и кажут, 200 примечательностей. Детина народилась, и церковь возрождается. Значит, жизнь тут будет. С таким оптимизмом. Что Марийка им дана на возрождение их земли. Я заплатил 70 гривен и отдал трехлитровую банку водкой. Они поцепляли на дерево. Дед Сава ругает электриков. Они с женой живут в пяти километрах от станции, в зоне отчуждения. Там, где не должен жить никто. Их называют самоселами, но они всегда здесь жили. И после аварии уезжать отказались. Большое хозяйство бросить никак нельзя. Этой зимой к старикам приезжал президент Ющенко. Обещал электричество и привез двух поросят. Дед Сава обещал кормить. Вырастет. И президент нехай забирает. Поросенок. Одна голова, два туловища. Родился в колхозе имени Ленина. Иколык Вячеслав Коновалов показывает поросенка-мутанта. Таких в его коллекции несколько десятков. И уверен, будут еще. Все, что происходит, говорит Коновалов, дело рук человека. И винить больше некого. И вот Чернобыльский, это традиционный фон. Он, как говорится, подвел черту нашему безобразию и отношению к природе. Без грамотности, без различия. Вот только удовольствие получить. В зоне природа постепенно берет свое. Брошенная техника догнивает, а когда-то 50-тысячная Припять зарастает бурьяном. Еще год назад на въезде в город было написано «Прости живых». К юбилею закрасили. Природа, похоже, не простила. Кирилл Брайнин, Евгения Саяпина, Алексей Виноградов, Роман Васильев, Андрей Федоров и Павел Моисеев. Воскресное время. Первый канал. Украина.